Наша следующая тема – новые правила провоза ручной клади аэрофлота. Теперь сумки, рюкзаки и чемоданы должны не только укладываться в 115 сантиметров по сумме трех измерений, но и вписываться в специальные ограничители, которые установлены около стойки регистрации, например. Разрешенная длина – 55 сантиметров, ширина – 40 и высота – 20. То есть правило трех измерений, по сути, отменяется. Кроме того, теперь пассажир может пронести на борт лишь один пакет с товарами из магазинов беспосленной торговли, а также рюкзак весом не более 5 килограммов. Многие пассажиры жалуются, что их чемоданы, сумки, рюкзаки просто не влезают в эти параметры. Кроме того, из перечня разрешенных к провозу вещей исключили ноутбуки, фотоаппараты и даже зонтики. Новые требования, по сути, теперь близки к тем, что предъявляет дочерний лоукостер Аэрофлота «Победа». Сейчас на связи со студией по скайпу фотограф Виктор Бойко, я так понимаю, которого тоже из-за новых правил не хотели пускать на борт. Виктор, приветствую. Здравствуйте. Наверняка вы улетали со скандалом. Пришлось ли все перекладывать в багаж? Наверное, я один из тех, кому повезло. Или мне повезло в том, что это был первый день, первое утро. И, в общем, я со скандалом, но я улетел со своей ручной кладью. Вы все правильно сказали. Дело в том, что Аэрофлот теперь предлагает всю ручную кладь всех пассажиров укладывать в специальную ограничительную ячейку. Но проблема в том, что вот она очень узкая, 20 сантиметров. Насколько мне известно, весь известный багаж более-менее популярных людей – это 22, 23, 24. Лично мой кейс для фотооборудования – 24 сантиметра по ширине. И я летаю с ним 11 лет, он абсолютно всегда устраивает и Air France, и КВМ, и Алл-Италию, и Дельту, и Сингапур. Аэрофлот сказал, что вот нет, 20 и все. Если посмотреть на мою камеру, она в целом 17 сантиметров уже сама по себе. Я не знаю, где можно найти такие сумки, которые укладывались бы в новые параметры работы. Ну, то есть ваш кейс, собственно, и вызвал вопросы. Но все-таки вы смогли с ним пройти на борт? Да, смог, но я очень хорошо понял, в особенности после своего поста в Фейсбуке, когда люди начали говорить о похожих проблемах, там, у пары с грудным ребенком, у которых был чемоданчик в ручной кладе, 22 сантиметра. И они сказали, нет, вот вы все сдаете в багаж. Хотя было очевидно, что в этой ручной кладе для них то, что необходимо ребенку в полете. Я очень боюсь теперь летать аэрофлотом, и свой... После Парижской недели моды я вернусь в Москву не аэрофлотом, я сдал свой билет Париж-Москва. А как вот при этом сотрудники аэрофлота вообще объясняют вот эти новые правила? То есть перед тем, как вы непосредственно заходили на борт, ну, я так понимаю, что мало пассажиров просто знают о новых правилах, вот они как-то дополнительно информировали об этом? Или уже по факту вы должны сдавать вещи в багаж, мы вас не пустим? Как это было? Расскажите вот именно вашу историю. Это произошло совершенно по факту. Еще и двумя днями позже Даша Велидеева, главный редактор журнала «Харпиз Базар», летела в Милан, и для нее это тоже случилось абсолютнейшим сюрпризом. То есть нет, никто об этом не знал заранее. И самое смешное, что даже сотрудники аэрофлота, которые работают непосредственно на стойках, понимают, что это перегиб. И так и как-то заискивающим, извиняющимся тоном говорили мне, ну, вы же понимаете, в России все делается с перегибами. Когда я пытался сказать, ну, ребят, ну, не существует ручной кладезь шириной 20 сантиметров, она на капельку сантиметров шире, и как-то надо искать компромисс. Аэрофлот не идет на компромисс, и вот как бы у вас 20.8 или 21, извините, вы не можете пройти на борт, вам нужно сдавать это в багаж. А если у вас уже есть багаж, то этот второй багаж станет для вас платным. И нужно доплачивать. А скажите, вот когда вы улетали, были ли еще конфликты между пассажирами и сотрудниками авиакомпании на вашем рейсе? Бессловно. Дело в том, что вот когда у вас проверяют первый раз ручной кладезь на стойке регистрации, потом вы идете на паспортный контроль, и там теперь нельзя просто пройти на паспортный контроль. Там стоит второй сотрудник аэрофлота с такой же в точности ячейкой и заставляет всех пассажиров заново эту ручную кладь уложить в ячейку. И вот если она не входит в эту ячейку, он просто не пропускает людей на паспортный контроль и говорит, что ну вот вам на сдачу багажа. И да, я видел в общем женщин, у которых какие-то обычные дорожные сумки, которые все берут в ручную кладь, но они капельку не проходят в эту ячейку. Молодой человек с лицом робота говорит, что ну вот вам обратно сдавать этот багаж. Да, и вот еще о новых правилах, то что исключили с перечня, допустим, фотоаппараты и вообще какую-то технику вроде ноутбуков. Но я так понимаю, что вас все-таки пропустили с ней, а в принципе что с этим делать? Неужели вот сдавать там дорогие зеркальные камеры или ноутбуки в багаж, за которые по сути... Я не знаю, если честно. Но вас пропустили с фотоаппаратами с проблем. С проблемами сначала на стойке регистрации, потом вот с этим молодым человеком, с лицом робота, но я прошел, просто я полагаю, что это, во-первых, мне повезло, это было своего рода исключение, вызванное первым днем непониманием. Я сейчас уже по комментариям в социальных сетях понимаю, что никаких исключений в дальнейшем не будет и как-то вынужден уже не летать так. Все верно, Аэрофлот выпустил очень странный пост в Фейсбуке, написав, что профессионалы, которые летают с техникой, но мы предлагаем им пользоваться специальными кофрами и сдавать это в багаж. У меня все просто. В ручной кладе две камеры, два объектива стоимостью примерно миллион рублей. Я не понимаю, как я буду это сдавать в багаж и кто будет нести за это ответственность. И последний вопрос. Виктор, скажите, а как вы, в принципе, в целом относитесь к такой инициативе? Несмотря на то, что вы с боем прошли на борт, но тем не менее вас пропустили. Я знаю, что многие пассажиры возмущены и действительно, как и вы, отказываются от услуг Аэрофлота. Но вот в целом подобная инициатива вообще, вы ее приветствуете? Смотрите, подобная инициатива, конечно, нужна, потому что люди проносят в самолет ручной кладью все, что только можно. Я абсолютно приветствую то, как в Европе к этому подходят. Дискаунтеры типа EasyJet. Очень все четко, строго и правильно. Для наших пассажиров не существует никаких правил, они готовы протащить самолет все что угодно. И, конечно же, нужно наводить порядок, но не перегибами, что вот 20 сантиметров и все, а 25 нельзя. Какое это для Аэрофлота вызывает разницу на верхней полке самолета, куда и так помещается, и 20, и 25, я не могу понять. Конечно же, порядок наводить нужно, но без перегибов. Да, и вот как раз о позиции Аэрофлота сейчас мы скажем чуть позже. Виктор, я же вас благодарю за ваш комментарий. На связи со студией был фотограф Виктор Бойко. Он рассказал о своем опыте прохода с ручной кладью на борт самолета. Ну а мы обратились в саму авиакомпанию за комментарием. Нам объяснили, что новые правила ввели, цитата, в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку мест в салоне самолета. Аэрофлот не вводит дополнительных ограничений и не изменяет нормы провоза ручной клади, а лишь усиливает контроль за их соблюдением и приводит стандарты компании в соответствии с федеральными авиационными правилами, в которые были внесены изменения. Хотим отдельно подчеркнуть, что специальная система контроля провоза ручной клади была введена в связи с участившимися жалобами пассажиров на нехватку места для ее размещения в салоне воздушного судна. Размещение на полке ручной клади с нарушениями установленных норм лишает других пассажиров возможности удобно и безопасно разместить свои вещи в салоне воздушного судна. Это в конечном счете оказывает отрицательное воздействие на уровень комфорта пассажиров в салоне воздушного судна и безопасность полетов, а также пунктуальность выполнения рейса.